Я с трудом протиснулся в переполненный автобус, отправлявшийся в Кабул. По обе стороны салона на всю его длину стояли две деревянные скамьи, на которых сидели пассажиры. Между скамьями на полу уехала домашняя жила. Курицы громко кудахтали и хлопали крыльями, роняя перья. Рядом, гордо выпитив грудь, кукарекали петухи. Овцы истошно блеяли, сбившись в кучу вокруг своего хозяина. По салону летал рой мух и каких-то других экзотических насекомых. Козы в поисках съестного тыкались в колени пассажиров. Одна особенно общительная коза заискивающе посмотрела мне в глаза и тут же с энтузиазмом принялась жевать мою штанину. Должно быть, мои джинсы действительно были хороши на вкус, поскольку тут же за вторую штанину ухватилась другая коза. На колени ко мне вскочил цыпленок и стал клевать мне ноги. Для пассажиров автобуса с улыбкой поглядывающих на меня этот передвижной скотный двор был обычным делом. Казалось, что они тоже испытывали культурный шок при виде длинноволосого иностранца в грязных джинсах и серой водолазки. Автобус остановился. Пассажиры вышли, расстелили в пустыне коврики, повернулись лицом к мекке и стали молиться. Не считая животных, в салоне остался только я. Я вычитал где-то, что человек, не развивающийся духовно, подобен двуногому животным. Хотя я находился в духовном поиске и интересовался самыми разными религиями, я, тем не менее, еще не выбрал свой путь. Вот почему, пока правоверные мусульмане молились снаружи, я предпочел остаться среди домашнего скота, от которого я пока, увы, мало чем отличался. Кабул, расположенный на высокогорном платое, окруженный заснеженными горными вершинами, был очень красив. Бывшая столица империи и великих моголов, он до сих пор оставался самым важным городом Афганистана. В Кабуле я снова встретился с Джеффом и Рэмси. Они ждали меня здесь уже почти неделю, и им не терпелось продолжить путешествие в Индию по старинной дороге, проложенной еще англичанами. В Пакистан мы решили добраться через перевал Хайбер. Ранним утром мы пришли на автобусную станцию, и Джефф купил нам всем билеты. У двери автобуса стояли инспекторы иммиграционной службы и проверяли у пассажиров документы. Джефф и Рэмси благополучно прошли все необходимые формальности и сели в автобус. Но когда очередь дошла до меня, произошло какое-то недоразумение. Инспектор забрал у меня паспорт и повел в отделение иммиграционной службы. Как раз в этот момент автобус к ужасу моему завелся и поехал. Мой билет остался у Джеффа и Рэмси, которые даже не заметили моего отсутствия. Оказалось, что чиновники иммиграционной службы неправильно прочитали дату моего выезда из страны. Разобравшись в ситуации, они отпустили меня. Так я остался в Кабуле, один, не зная, что делать дальше. О том, чтобы ехать одному на попутках через перевал Хайбер, снискавший недобрую славу одного из самых опасных мест на земле, не могло быть и речи. Я слышал немало зловещих рассказов об этой пограничной области между Афганистаном и Пакистаном, где заправляют воинственные племена, не признающие никаких законов. Подобно жителям американского Дикого Запада, они считали заряженную винтовку главным аргументом в любом споре и промышляли убийствами и грабежами. Мне говорили, что они устраивают вооруженные засады на туристические автобусы и грабят, а иногда даже убивают пассажиров. Я слышал, что автобусные компании вынуждены платить дань вождям этих племен, чтобы обезопасить жизнь пассажиров. Трудно было сказать, насколько эти рассказы соответствовали действительности, но выяснять это самому у меня не было никакого желания. Денег на билет не было, и я даже не представлял себе, что делать дальше. В полном одиночестве я бродил по улицам Кабула, размышляя о неожиданных поворотах в моей судьбе. Так прошел день. С наступлением ночи заметно похолодало. Теплой одежды у меня не было, и идти мне было некуда. Взошедшая на небе полная луна казалась глыбой льда. Дрожа от холода, я сел на обочину и достал гармонику. Закрыв глаза, в медитативном трансе я поднес гармонику к губам и стал изливать в песне свое сердце. Когда я открыл глаза, то обнаружил перед собой стройную молодую женщину с растрепавшимися на ветру русыми волосами. Ночь на дворе как-то еще не замерз без теплой одежды. Она смотрела на меня, поеживаясь от холода. Поймав на себе исполненные сострадания взгляд ее блестящих голубых глаз, я рассказал ей о своих злоключениях. «Я из Голландии», — сказала в ответ женщина, — «но уже несколько лет живу в Кабуле. Почему бы тебе и не переночевать у меня дома в тепле?» Я с благодарностью последовал за ней. После холодной улицы теплый, хорошо обставленный дом показался мне раем. На окнах висели зеленые и золотистые шторы, в центре комнаты стоял дорогой обеденный стол со стульями, а у стены расположился мягкий белый диван. На него и усадила меня хозяйка этого чудесного жилища. Я не видел ничего подобного с тех самых пор, как покинул свой родной дом в Хайланд-парке. Мне казалось, что это было сто лет назад. Голландка пригласила меня к столу и стала почивать свежим хлебом с маслом, запеченными овощами, а на десерт меня ждал шоколадный торт. Я было подумал даже, что ничего не потерял, не попав на автобус. После непринужденной беседы хозяйка предложила мне отдохнуть. «Ты, должно быть, очень устал, так долго просидев на холоде». Она отвела меня в спальню, где было две кровати. «Располагайся здесь, а я буду спать у себя». Вдруг в спальню вошел высокий крепкий мужчина. Хозяйка представила его. «Это мой телохранитель-афганец из военных. Он беззаветно предан мне». Я оглянул взглядом гиганта, стоявшего передо мной. Он был под два метра ростом, на его огромном, как гора, теле и сильных руках, подобно каменным валунам, бугрились мускулы. Его черные пронзительные глаза буравили меня недобрым взглядом. Затем он потянулся и громко зевнул. В нос мне ударил резкий запах его пота. Хозяйка продолжила. «Он охраняет меня». Я сама видела, как он одним ударом кулака проломил череп человеку. «А теперь отдыхай». Она направилась в смеженную комнату, и прежде чем исчезнуть за расшитой бисером занавеской, погасила свет со словами. Я пойду к себе. Несмотря на пугающий вид телохранителя афганца, я, как ни странно, ощущал себя рядом с ним в безопасности. В доме было так тепло и уютно, что я, удобно устроившись на кровати, почувствовал себя счастливчиком. Неизвестно, как бы я пережил морозную ночь, если бы эта женщина не сжалилась надо мной. С этими мыслями я накрылся мягким одеялом и погрузился в сон. Не прошло и нескольких минут, как меня разбудил шум занавески, разделявший две спальни. Передо мной стояла хозяйка в одной полупрозрачной шелковой ночной рубашке. В спальне курились благовония, и негромко играла музыка. Хозяйка подошла ко мне и нежно зашептала мне на ухо. «Ты так молод и красив». Глаза ее блестели от страсти. Сбросив ночную рубашку, она предстала передо мной совершенно ногой. Обвив руками мою шею, она положила свое надушенное дорогими духами тело рядом со мной, а я, растерявшись, отчаянно пытался сосредоточиться на цели своего путешествия. «Пожалуйста, не надо, я хочу спать», — взмолился я. Но хозяйка была неумолима. «Если ты не удовлетворишь мое желание, телохранитель разморжит тебе голову. Тебе не удастся бежать отсюда». Оскорбленная моим отказом, она стала звать на помощь. Телохранитель вскочил с постели, в мгновение ока пересек комнату и встал перед нами. «Подчинись! Подчинись или умри!» — прорычал он. Я не знал, что мне делать. Моя соблазнительница не оставляла попыток разжечь во мне страсть, а я лежал под ней и дрожал от страста. Афганец склонился надо мной, схватил меня за волосы и взревел. «Подчинись или умри!» «Подчинись или умри!» Его слова, словно снаряды, взрывались у меня в голове. В моем уме роились вопросы. «Может, это кошмарный сон?» «Что мне делать? Подчиниться или умереть?» «И почему это случилось со мной?» В какой-то момент я собрался с силами и оттолкнул женщину. Схватив в охапку свою сумку и ботинки, я кинулся к двери, даже забыв про спальный мешок. Хозяйка пронзительно завизжала. Телохранитель с криком бросился мне наперерез, но я увернулся. Пинком открыв дверь, я помчался по улице. Афганец с гневными воплями бежал за мной. Чувствуя на себе его дыхание, я несся без оглядки. Воображение мое рисовало страшные картины того, как его гигантский кулак разбивает мой хрупкий череп. Подгоняемый им я бежал, бежал и бежал. Сам не знаю как, но в конце концов мне удалось оторваться от погони. Я снова оказался один. На дворе стояла ночь, и мне некуда было пойти. Блуждая по пустынным улицам Кабула, я почувствовал, что морозная ночь, которую еще недавно я так страшился, в действительности защищает меня. Холодная луна, заморозившая меня до самых костей, теперь согревала мой уставший ум. Я шел, куда глаза глядят, и ощущал полную свободу. Глядя на звезды, я размышлял о том, как страсть порабощает человека. Интимная близость может быть даром Божиим, но когда стремление к ней превращается в навязчивую идею, человек теряет рассудок и ради удовлетворения собственной похоти готов на самые низменные поступки. Неутоленная страсть сводит человека с ума. Разумеется, думал я, в истории любой религии были праведники, жившие в семье и растившие замечательных детей. Если они вступали в интимные отношения, то делали это как служение Богу. Но почему же тогда, в тех же религиях, многие святые наоборот давали обет безбрачия? Чем больше я думал об этом, тем сильнее мне хотелось найти ответ на вопрос о том, почему они это делали. Видимо, эти святые считали, что привязанность к противоположному полу мешает им полностью посвятить себя служению Богу. Или они хотели преобразовать эту мощную энергию, направив ее на молитвы и служение Богу. Кто знает, может быть, это и есть то, чего я ищу. Тогда становилось понятно, почему тогда в Италии я отверг предложение Ирен. Полюбить значит отдать свое сердце, думал я. Истинная любовь должна быть самоотверженной и бескорыстной. Глядя на то, как полная луна поднимается над Кабулом все выше и выше, озаряя своим светом горные склоны, я укрепился в своем желании дать обет безбрачия до конца своих дней. Стоя на пронизывающем до костей холодном ветру, я молил Господа помочь мне сдержать эту клятву. Когда солнце взошло над горами, окружавшими Кабул, я поспешил на автобусную станцию, сам не зная, что ждет меня там. На станции я к облегчению своему узнал, что Джефф передал мне с водителем автобусу мой билет и немного денег. Прежде чем сесть на автобус, я оглянулся, бросив на Кабул прощальный взгляд. Здесь, на этом горном афганском плато, я сделал важный шаг на пути к просветлению, и я молился о том, чтобы сдержать непростой обет, который дал. При этом я испытывал чувство глубокой благодарности. Из окна автобуса были видны горные хребты, пересекавшие бесплодные земли. Нищие крестьяне трудились, не покладая рук, пытаясь вырастить на этих бесплодных горных склонах хоть какой-нибудь урожай. Ландшафт этой местности надежно ограждал ее обитателей от окружающего мира. Местные жители ходили с ружьями за плечом и иногда даже подпоясывались патронными лентами. По дороге нам то и дело встречались мастерские, изготавливающие примитивные обрезы. Вдали можно было различить длинные караваны верблюдов, везущие грузы по пыльным тропам. Автобус трясся и громыхал на выбоиных, натужно взбираясь на перевал. Я смотрел в окно и представлял себе, как в IV веке до н.э. здесь по пути в Индию проходили войска Александра Македонского. В XIII веке через перевал устремились монгольские орды кровавого завоевателя Чингисхана, а позже армии великих моголов, отправлявшиеся покорять и грабить индийский субконтинент. А в XIX веке здесь полегло множество солдат британской армии. Сменялись поколения, но кровопролития и убийства по-прежнему оставались повседневным занятием живущих здесь пуштунских племен. Хотя борьба за существование оставила неизгладимый след на лицах местных жителей, в них сквозило какое-то суровое благородство. Пометуя о том, что мне рассказывали про этих людей, я радовался, что вижу их не лицом к лицу, а из окна автобуса. Вечером мы прибыли в пакистанский город Пешавар. Когда я вышел из автобуса, мое внимание привлекла сидевшая на обочине невозмутимая старушка в черной паранже. На расстеленном перед старушкой куске мешковины был разложен какой-то товар. Я подошел поближе, чтобы посмотреть, чем она торгует. К моему изумлению, это были бронзовые кастеты. Старушка торговала кастетами. Кастеты имели острые шипы с зазубринами, предназначенными для того, чтобы рвать плоть. Это жестокое оружие было инкрустировано полудрагоценными камнями. Старушка показала мне скрытую кнопку, и когда я нажал на нее, из кастета со свистом вылетело лезвие. Я чуть не упал от неожиданности. Старушка стала уговаривать меня купить ее товар, но я вежливо отказался и поспешил прочь. Чтобы попасть в Индию, мне предстояло пересечь еще одну, последнюю границу. Предвкушая долгожданную встречу с этой страной, я отправился в старинный город Лахор, чтобы получить индийскую визу. По пути мне встречались добрые и отзывчивые люди, сделавшие все, чтобы я чувствовал себя в Пакистане, как дома. Они кормили меня и подвозили на грузовиках и автобусах. Рано утром я уже стоял у индийского посольства в Лахоре. В ясном небе надо мной кружили ястребы. Двери посольства наконец отворились. Я вошел и робко протянул свой паспорт чиновнику. Когда он поставил в паспорте штемпель, сердце мое радостно забилось. У меня было такое ощущение, словно это виза в царство Бога. Отсюда до Индии было рукой подать. Меня ждала земля йогов, лам и мудрецов. Субтитры создавал DimaTorzok